Здравствуйте! На портале Экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим о молитве Моисея в 32 главе книги «Исход». В 11 стихе говорится о том, что Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великою и рукою крепкою». В синодальном переводе говорится просто «Моисей стал умолять Господа». Но существует целая традиция, которая нам поможет глубже понять смысл этих слов и смысл прощения, потому что вопрос о прощении всегда становится камнем преткновения даже для людей милостивых, щедрых. Иногда вопрос о справедливости или прощении становится вопросом противоречивым, который очень трудно разрешить. И, как вы прекрасно знаете, один из великих праздников иудейского календаря, ветхозаветный праздник, Йом-Кипур, является днем великого прощения или днем великого умилостивления, когда все грехи народа прощаются. И от этого в нашей традиции существует прощенное воскресенье перед тем, как мы уходим в пустыню Великого Поста. Мы предвкушаем Пасху Христову в тот момент, когда наступит всеобщее примирение. Поэтому праздник великого прощения – это одно из ключевых событий в духовной жизни человека, и церкви, и человечества. И в празднике Йом-Кипур, в иудейской литургии, в богослужении, есть странная молитва – «Коль Нидре». Эта молитва загадочная, в ней не упоминается имя Бога, и вообще она не похожа на молитву, в ней нет никакого исповедания грехов, никакого покаяния. Оно представляет собой, по сути дела, какую-то юридическую формулу. И вот здесь очень интересно. Это формула, которая освобождает человека или кого-то от принесенных обетов, от сделанных обещаний. Итак, праздник великого прощения, умилостивления. И можно ли представить, что какие-то обещания или какие-то клятвы можно отменить задним числом? Потому что теоретически можно предотвратить какие-то обеты, не торопиться произнести какую-то клятву, но задним числом отменить, по крайней мере, как мы с вами привыкли, это невозможно. И поэтому идея вообще юридической возможности отменять клятвы и сделанные обещания всегда вызывала очень горячие возражения. И поэтому на протяжении многих поколений эта молитва тоже горячо оспаривалась. Как можно вообще иметь дело с человеком или с народом, который не исполняет свои обещания, который не остается верен своему слову? И разве это не является такой лазейкой для какого-то коварства или порочности? Та же самая проблема возникает у людей, которые режут правду любой ценой и поэтому недооценивают вообще проблему прощения. Вероятно, эта молитва Коль Нидре в контексте праздника Йом-Кипур связана с определенным этапом в истории иудаизма, который очень похож на то, что проживают и христиане в разные времена. Время от времени возникают гонения эпоха мучеников, и пришедшие к власти чужие народы, чужие религии, идеологии хотели бы обратить в другую религию. И перед людьми ставится вопрос о жизни и смерти. Либо ты принимаешь чужую религию, например, тебя насильственно обращают в ислам или в коммунизм, либо ты должен принять мученичество, то есть умереть. Прими чужую религию, либо прими мученичество. И многие предпочитали сохранить себе жизнь. Среди таких людей, разумеется, были те, кто втайне продолжали соблюдать обычаи своих предков и исполнять необходимые обряды и предписания, хотя внешне они как бы приняли чужую религию. И в праздник Йом-Кипур такие люди один раз в году приходили в синагогу, опять же втайне, для того, чтобы получить разрешительную молитву от тех вынужденных обетов, обязательств, которые они приняли в отношении чужой религии. Потому что у них не было другого выбора, но совесть их мучает, и поэтому необходимо примирение, им нужна разрешительная молитва, то есть молитва, которая снимает с тебя бремя этих обязательств для того, чтобы ты обрел новую свободу. И в контексте вот такого праздника очень интересно для этих людей прийти в синагогу, точно так же, как в эпоху гонений против церкви, для кого-то прийти в церковь, в храм тайком, будучи членом коммунистической партии, например, означало прийти домой, прийти домой, прийти в себя. И в этом состоит истинный смысл слова покаяния. Потому что по-еврейски слово покаяние или раскаяние – это всегда возвращение домой, возвращение к Богу, прийти в себя. И эта молитва, коль не дыре, никак не упоминает ни о раскаянии, ни о насильственном обращении в чужую религию. Речь идет только об одном – о том, что отменяются данные клятвы, и человек освобождается от данных обещаний, которые, вероятно, все равно не имели какого-то другого выхода, кроме того, как их снять, их простить. Итак, в 32 главе мы с вами вместе с народом Израиля совершаем странствы по пустыне. Не прошло и шести недель после великого откровения, данного на горе Синай, когда Моисей спускается с горы со скрижалями завета. Не проходит и шести недель, как народ совершает страшный грех – грехопадение. И, в принципе, этот грех не может быть прощен – поклонение золотому тельцу. И поэтому Моисей усердно молится, вымаливая у Бога прощение для своего народа. И мы видим, что молитвы были услышаны, прощение было даровано. И когда Моисей второй раз спускается с горы Синай с новыми скрижалями завета, народ понимает, что прощение даровано. И именно этот день и стал днем великого прощения, Йом-Кипур, воспоминания того момента, когда сыны Израиля увидели Моисея с новыми скрижалями закона взамен тех, которые он в гневе накануне разбил. И молитва Моисея, которая приводится в книге «Исход», она, конечно, потрясает своим дерзновением. И для того, чтобы подчеркнуть это дерзновение Моисея, существуют древние толкования, древние мидраши, истории, которые помогают глубже проникнуть в суть происходящего. Иначе все это выглядит слишком просто и неубедительно. Потому что существует реальная проблема. Народ совершил грех, который не подлежит прощению. И что же делать? Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется Господи гнев твой на народ твой». И здесь употребляется глагол, который встречается в книге «Чисел». И именно эта параллель позволяет расшифровать в нем этот смысл отмены данного обещания, данной клятвы. Моисей освобождает Бога от клятвы. Нам кажется, это лишенным смысла, но иначе это невозможно себе представить. По крайней мере, об этом имеет смысл задуматься. Столь велико дерзновение Моисея и столь велико милосердие Бога. Когда сыны Израиля изготовили золотого тельца, Моисей пытается убедить Бога простить. На что Бог отвечает. «Я уже сказал клятву, я произнес обетование, согласно которому каждый, кто принесет жертву чужим богам перед лицом Бога Всевышнего, будет истреблен». В 22 главе Книги Исход. «Я не могу нарушить данное слово». Тогда Моисей отвечает. «Господи, Вседержитель, Царь мира, Ты дал мне власть решать, разрешать, освобождать от обетов. Ибо Ты научил меня, что тот, кто приносит клятву, не может ее нарушить. Но человек мудрый может развязать от нее». «Итак, я разрешаю Тебя от Твоей клятвы. Ты не обязан исполнять то, в чем Ты поклялся». Нам это кажется бессмысленным, но в действительности Моисей говорит с Богом, как друг говорит с близким другом, лицом к лицу. И поэтому нам может быть трудно это принять и представить, но тем не менее здесь есть о чем подумать. Итак, согласно традиции ветхозаветной мудрости, вот это божественное прощение, которое лежит в основе праздника Йом-Кипур, сам акт прощения возможен лишь только в случае, когда данная ранняя клятва объявляется недействительной. Моисей освободил Бога от необходимости приводить в исполнение произнесенную ранней клятву. И именно так эти древние мудрецы толковали слова о том, что Господь отозвал бедствие, которое Он хотел навести на Свой народ. Почему Бог раскаялся, отказался от намерения наказать народ за совершенный грех. Об этом есть еще один древний мидраж, и он связан с толкованием на 61-й псалом. Многие псалмы начинаются с таким странным сочетанием слов «ма-минациах», что буквально означает «начальнику хора». «Начальнику хора» означает, что либо этот псалом исполняется корифеем, регентом хора, либо он посвящен начальнику хора. И поэтому древние толкователи, когда обращаются к этому псалму, то переводили это выражение не как указание на то, кто исполняет этот псалом, но как посвящение. Этот псалом, 61-й псалом, посвящен первому, главному начальнику, победителю. Начальник означает победитель, то есть Богу. И к этому добавлялся такой интересный комментарий. Победителю, который в действительности хотел поражения, как сказано у пророки Исаии. Пророк Исаии в 57-й главе говорит о том, что Бог не может вечно вести тяжбу со своим народом и не может бесконечно гневаться, иначе перед его гневом, перед его лицом никакой дух не устоит, никакое дыхание, сотворенное Богом, не удержится в жизни. Таким образом, все творение погибнет. И поэтому, для того, чтобы одержать победу, победитель в действительности ищет своего собственного поражения. И поэтому, когда я побеждаю, я проигрываю. И когда я проигрываю, я побеждаю. И, конечно, здесь приходит на ум история Великого потопа, потому что, когда Бог уничтожил поколение людей, живших до потопа, Он понимает, что Он потерпел поражение, потому что разрушает творение собственных рук. Как сказано в книге «Пытия», истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. Бог своими руками должен уничтожать то, что Он сотворил. То же самое произошло с поколением людей, которые возводили Вавилонскую башню, с жителями Содома и Гаморы. Но вот наступают времена Моисея. И в этой истории побеждает Моисей, потому что он убедил Бога простить сынов Израиля, несмотря на то, что было клятво их уничтожить. И Бог в действительности выигрывает, потому что не уничтожил свой народ. Все это говорит о каких-то странных парадоксах, может быть, нам не совсем привычных, о том, что Бог сам желает, чтобы Его милосердие своим величием превосходило Его справедливость. Ибо справедливость без любви причиняет гораздо больше зла. Оно может уничтожить человечество. А человечество – это творение Божие. Человек носит на себе образ и подобие, и поэтому уничтожить его – это не является каким-то правильным решением. По этой причине Бог раскаялся, то есть пожалел о данной клятве и позволил Моисею ее отменить. Вот почему молитвы прощения обладают такой невероятной силой. Они обладают властью исцеления, освобождения от уз. Они напоминают о самом страшном грехе, который был совершен народом Израиля, поклонение золотому тельцу. И о том, как Моисей спускается вновь с новыми скрижалями Завета в праздник Йом-Кипур. И это прощение было даровано благодаря этой дерзновенной молитве Моисея, которую древние толкователи интерпретировали как отмену данной клятвы. Все мы согласны с тем, что человек всегда должен стремиться любой ценой оставаться верным данному обещанию, сдержать свое слово. Когда мы нарушаем данное слово, мы чаще всего вместе с этим теряем свою свободу. Грех нас связывает, как оковами. Но между справедливостью и прощением Библия нас учит мудрости иногда выбирать прощение, если такой выбор возможен. И это единственно возможный выбор. Когда мы прощаем, мы достойны прощения. Блаженны, милостивы, якотеи, помилованы будут. Мы обретаем свободу в отношении своего прошлого, своих ошибок, заблуждений, о которых мы сожалеем, о которых мы раскаемся, для того, чтобы созидать наше будущее, для того, чтобы выбирать жизнь. На портале Экзогет.ру с вами был протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Санкт-Петербурга